а это не финал слава тебе господи фоги форсирует просто господи слава богу мы с вами посмотрим сначала а то я думаю что может быть у меня сетка не обновилась типа и как так но я смотрю там в хавк с этим слабером играют счет не проставлен но фоги уже сидит в игре с хавком вот все слава богу а то ну маловато мы посмотрим с вами еще две карты хавк против лабера болгарского анде да я закончил тот же факультет в том же вузе что и глустян повезло повезло инка лабер по последним новостям не фоги в этом там опять козы рейвы начинает шутковать всем добрый вечер друзья надо еще тогда понять что мы будем делать ну хотя нет времени не будет на на не на pubg не на ffa ни на что потому что сейчас 11 часов у нас еще две игры это на полчасика точно учитывая андедов в частности вот в этом матче так что сегодня только турнир и уже увидимся с вами завтра вечером извини я устал дома сидеть а где ты сейчас почему ты не дома или ты устал дома сидеть и продолжаешь усталым сидеть и сложно сказать чё сложного в том чтобы сидеть как можно сидеть и устать а и поэтому шучу в чате это видимо слишком сильно устал лютый говорит моем вузе ходарховский учился и что с этого ну что болеем за хавка я думаю что только отчаянные андеды будут болеть за лабера ну то есть люди которые играют за нежить в первую очередь до хвалайн там например револьвер шедай мак выходит сразу элементаре разведочка побежала с футменом причем разведочка после сетки как вы видите вызывает грамотно элементаре подставляет его это вот казалось бы до стандартная точка но криппинг очень правильный с точки зрения потому что если вы неопытный товарищ вы бегаете вызываете лима если на муве пройдете тролль в вас может скинуть сетку и начинается все такое оранжевенькая приходит дк особенно с каким-нибудь ранним харассом и все койлы скелеты и прочее нет все четенько выманил дождался вызвал тогда когда нужно прям под двоих правильно сделал все о минус гулька что ну было понятно что лабер с экономил экономил койл на огра не хотел тратить его на гулю и его кавка еще добивает огра пас хорошая доминация на старте эти микро моменты они очень важны они показывают что ты как бы переконтроливаешь переконтроливаешь плюс еще кроме публичной демонстрации собственного превосходства ты еще и получаешь реальные плюшки в игре то есть вот у него например у деки позже будет второй второй уровень позже будет реген позже будет скорость перемещения окружил такая минус мораль если бы еще замеряли мораль игрока знаете во время во время игры и как каким-то макаром она бы влияла там например начинаешь ты грумповать в ну потом считываются не знаю эмоции там пульс все дела вот и начинает это аффектить твоих юнитов немножечко немножечко там хопа там единичку урона у гульки срезали у всех гулей потому что наш самый главный дк грумпует как бы что это что такое но это не это неправильно же правильно вот наоборотом убили героя сразу бафы пошли это же можно сделать вот веселуха будет да я пытаюсь уже представить как это как реализовать но считывать показатели то понятно как это все забалансить что делать с гипертониками каким-нибудь надо фиксировать видимо нормальное состояние человека как с детектором лжи а потом уже в то время когда начинается замес бафать или дебафать юнита в зависимости от ситуации хороший экспант у хавка не харасился он вообще никаким макаром 3 арх маг с весьма полезными артефактами то то же самое кольцо регенерации жизни в сочетании с когтями позволяет ему действовать агрессивнее чем обычно и он меньше зависит того же самого магазина может чуть агрессивнее размениваться по хп так гульки подбегают архмакс начинает сразу с руки бить но рабочие судя по всему пострадает достраивается эксп магическая вышка увы нет дк начинает работать по минус 1 рабочего окей пока без криминала пока все довольно стандартно даже даже лучше чем стандартным для для хавка то есть не было даки во время криппинга что самое главное не было добиваний архмак повторюсь уже 3 боевые когти передаются лечу и и я им возвращается домой ботиночки может такому архмаку только ботинок не хватает для пущей агрессии пульсометр ставить 7 выводить на экран ну пульсометр да это хорошо пошла лавка но она обречена к сожалению с ой ну хавка очень агрессивно действует может быть кстати это и правильно потому что сейчас учитывая то что есть магическая вышка и андредовские герои в общем-то пустые можно отбиваться одним архмаком смотрите дк еле живой еле живой а в это время там покупаешь тролля элементальным танкуешь можно же салис нет джесса с наверное дороговаста слишком он слишком уязвим против парочки андредовских героев все шикарно хавк доминирует просто доминирует можно еще мага собрать архмак побежал исключительно за артефактом ну плюс троллю бы было бы неплохо помочь возможно стоило предсто взять маска соби шикарнейший артефакт пошел реген бодренький такой аэма ох он забирает еще значительную часть магазина минус 2 тролля минимум будет зря только подставляет троллям тролль пытается спастись спасается пока что и стражевые идолы ну 4 м 2 2 аура уже сейчас у хавка там 2 1 2 1 против 4 м из так из такой базы ты 2 доделывается троля подводит потихонечку койл на финда ой на фута добивает чтобы не дать противнику фраг и надо продать наверное или поставить в арте продать 2 выложил просто не стал продавать ну реген купить чтобы подлечить всех жалко что тролли не подлечили но он рисковал он он думал подвести тролля но определенный момент решил что он вряд ли добежит учитывая то что есть койл у деки есть как бы пара финтов лич там тролль не выживает к сожалению не меньше 100 хп ему одного койла первого уровня на тот момент хватило бы хороший вард наверх просматривает и этот проход и видится половину центра петлор 3 в стиле хэппи делает будет скорее что давить с рейну фаером у тут кассал мастерская и второй раз замечаю что хавк прям вкладывается сильно 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 в арканку если он делает не просто power build стандартный с двумя рабочими потому что каждый новый рабочий эффективность его то есть там получается баф все меньше 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 то есть если бы там все было пропорциональной по стоимости было бы было бы выгодно те же самые экспанды ставить 20 рабочими но нет она так не работает к сожалению увы то есть можно там где-то до семи до восьми рабочих экспант ставить построишь его действительно пораньше и он окупится раньше но у тебя повышаются риски из-за того что ты вкладываешь больше значительно ресурсов его строительство и как правило все приходят к стандартному строительству либо это 4 рабочих либо 5 рабочих но 56 если хочется сделать побыстрее очень битый лич у него телепорт телепорт передают фокус вряд ли успеет убить хотя близко было если сразу перед переключился мог бы успеть короче о чем он строил не двумя а четырьмя рабочими арканку видимо очень нужны первые ему брейкеры то что именно брейкера он ставил строил в этом в арканке не пристань и первую сорочка именно брейкера черт что у меня носа чешется то что хуман при этом при всем играет агрессивно это уж мой минус дестор это очень показательно это значит что скорее всего андеду не удастся продавить экспант что в общем-то логично да вот сейчас появлю там паладин делается наверняка уже первые кони первые вертолеты все хорошо ухавка главное не увлекаться сильно то есть и ну все равно есть телепорт и сможешь если что уйти не не лезть потому что в конце концов у тебя есть экспант у тебя есть т3 и ты должен дождаться нужных юнитов для того чтобы нормально тандеда отбиваться это его задача пушит став кстати зря не купил деньги были можно даже было футапы спасти но он копил видимо на арбу хороший фокус появляется первый вертолет начинает мочить дистроф три вертолета уже прилично петлорд еле-еле живой уходит подставляется немного даже лечевка но нет маны на молоток устав и достав и вертолетик оставить надо паладина ждать и ждать когда она это придет а нет может даже не ждать когда она это придет чтобы не давать ему крепится все абсолютно верно и сентри вард который стоял увидел что он дед пошел на север и хавк тут же его идет крипджекать прекрасный вариант нет маны кстати уже на на койл это значит что можно подрезать кого-нибудь например финда ну до кого дотянул с того и подрезает там были более ценные цели ну типа лича или пит лорда кажется лич был биты на тот момент но они были в недосягаемости к сожалению все подходит палыч вертолеты по доминировали по воздуху доедает оставшихся нейтралов здесь на мастерской и лимит 60 на 35 причем боевой лимит не сильно различается пока что 35 на на 33 но все равно время 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 плюс т3 юниты у хавка он может сейчас сражаться спокойно с андеда ну и плюс боевой лимит андеда это еще наверное парочка гулей которых он вряд ли будет вытаскивать они считаются как боевой лимит правильно все идет к тому что без шансов хавк затаскивает эту игру ну что опять экспант ставят его не харасит он крепится его ну ему отдают все что все что можно рабочих умерло суммарно наверное человек пять за все время хараса это несерьезно наконец-то начал пушить пит лордом заливает хавк не сразу ведется видимо ему хочется третьего и второго получить камень здоровья второй паладин пошел телепорт но рабочие потерпели за минус 4 раба где-то нет крик крик услышал 3 только но по трупам здесь четверо их 44 лимит на 45 лабера шансов не было много там этот бугор справа сверху карты юниты идут куда хотят бугор справа сверху карты вот этот понимает лабер что не может продавить но экспанта тоже особо нет то есть он пытается видимо получить какое-то преимущество по героям но хавк его не отпускает далеко не отпускает да тут потеря дракон и дракончика этого вертолетом зажимается лич телепорту лича нет нужно передавать но к нему кажется не добраться минус лич от минус все судя по всему будет еще один молоточек бы штрафануть кого-нибудь не знаю кого обоума кстати он сам пришел ничего себе какой да я сомневался сверху обоум не должен выходить он очень плотный но на всякий случай лучше конечно если у тебя есть возможность там при подблочить если ты сомневаешь лучше лучше подблочить тем более что здесь больше нечего контролить кроме как этого коня под пододвинуть чтобы обоум не выскочил там все удивляться удивлялись бы что как такой обоум и выскочил оттуда ты это самое не доконтролил ну бас и лучше все сделать как надо паладину кстати передали регенерацию мана и регенерации жизни хотя это уже второе кольцо поэтому неудивительно ну я думал что субимаска полезнее будет все-таки рад для для мки ладно там снова атака от лабера на экспант геноцидит рабочих сейчас придется телепортироваться но в целом боевого лимита у хавка уже больше сильно больше пошел телепорт телепорт на телепорта до заказ рабов сейчас нужно делать ну и все и а даже так не хавка молодец конечно смотрите это очень нагло это настолько нагло лабер просто на регулярном типа попытки прокрепиться эту базу обнаруживает а это дорого пауэрбилд 5 рабочих и почти достроенные нычки а он немножко времени выиграет но это прям ну это очень больно санельска говорит ровно 700 зрителей в чатике приветствую всех друзья добрый вечер это и следующая игра игра у нас на сегодня в финале уже победителя ждет фогич тыкает в темную цитадель а калиты умирают после убийства некот а я думал он дотыкнет просто в цитадель и все и спокойно степешится и андет сам напишет гг и выйдет но нет сражаться собирается хавка по-честному петлорда фокусит паладин кстати на ставь и должен уходить хотя может сейчас взять и хочется третьему паладину брать не второе увлечение вертолеты вроде как сражаются с дистрами но сами тоже умирают попытка фокуснуть леча не мне удается 64 лимита на 38 а и в целом ха это я думал что он андет не отменил базу не отменил это просто хавк новую поставил минус пит лорд внезапно ой маны к сожалению на молоток еще на один нет но финды тоже падают 30 лимит на 63 это гг естественно лапс не сдается но не пропускают снгшники вообще никого в финал гг такая доминация уверенно очень отыграл хавк от начала и до конца вспомним как он доминировал футменом на старте лабер потерял там гулиунд на первом же криппинге а хавк делал все четко просто из шоу без без